Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех любящих Слово Божье. Мы с вами продолжаем изучение темы Трехангельская Весть, книга Откровения. Не всю книгу Откровения, конечно, рассматриваем, но ту часть, которая как раз и касается Трехангельской Вести. На прошлой неделе мы с вами рассматривали то, как мы подходим к Трехангельской Вести. И на этой неделе мы с вами будем рассматривать то, чем завершится Трехангельская Весть. Таким образом, мы на прошлой и на этой неделе смотрим на контекст Трехангельской Вести. Тема этой недели называется «Судьбоносный момент». И основной текст – это Откровение 14 глава, с 14 по 20 стихи. Здесь описывается Второе пришествие Иисуса Христа. Вообще, если говорить о Втором пришествии, то в книге Откровения, по нарастающей, эта тема возникает снова и снова. И если смотреть на самое начало книги Откровения, то это первая глава, седьмой стих. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Если смотреть дальше, то в семи печатях возникает эта тема, когда вскрывается шестая печать. Иоанн пишет «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, и так далее, и так далее». И говорится, что когда он снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе как бы на полчаса. Это о Втором пришествии. У нас нет времени, конечно, рассматривать каждое из этих пророчеств, хотя это очень-очень интересно. Даст Бог, может быть, когда-то на субботней школе мы будем изучать книгу «Откровения» снова, стих за стихом, глава за главой. Затем в шести трубах также возникает, естественно, тема Второго пришествия Христа, когда между шестой и седьмой трубой возникает видение об Ангеле сильном, который сходит с неба, облеченный облаком, и он становится одной ногой на землю, другой ногой на море. И произносятся такие слова. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Тайна Божия имеется в виду Второе пришествие Иисуса. Итак, вот эта тема снова и снова возникает, и мы подходим к 14 главе, где более подробно описывается, и давайте мы прочитаем этот текст, который мы будем рассматривать на протяжении всей этой недели. Иоанна 14 глава, с 14 по 20 стихи. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. Будем рассуждать об этом, что означает этот титул, сын человеческий. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп, что означает этот образ золотого венца и серпа также. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и сточила даже до уст конских». На 1600 стадий. Итак, мы видим здесь описание двух жатв. Первая – это жатва зерновых, которую собирает сам сын человеческий. И вторая – это жатва винограда, которую собирает некий иной ангел, тоже имеющий серп. Очень интересно, что между этими двумя жатвами в сельскохозяйственном цикле в Израиле было несколько месяцев. И между двумя жатвами людей также будет определенный период времени. Об этом будет говориться дальше, позже, в 20-й главе говорится. Но вот здесь мы с вами можем отметить эту интересную особенность – две жатвы. Одна к жизни вечной, другая на погибель. И, конечно, смысл и цель этого откровения в том, чтобы люди задумались о том, в какую жатву попадаю я. Об этом будет как раз и наша тема на этой неделе. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы внимательно рассматривали эти темы, применяли их к себе и понимали, что мы с вами живем в ответственное время. Сейчас, вот именно в наше время, люди делают выбор. И в ближайшее время всему человечеству придется сделать выбор, и люди разделятся на два лагеря. И будет, в итоге, будет две жатвы. Возвращение Сына Человеческого мы будем рассматривать. Небесный суд мы посмотрим с вами. Венец победителя и острый серб. Что это означает? Каждое семя приносит плод. Две жатвы. Вот такая тема перед нами. Пусть Бог благословит нас внимательно рассмотреть эти темы. И главное, конечно же, о чем нам нужно с вами размышлять, и главная цель, наверное, всей этой недели, чтобы увидеть вот эту перспективу, этот контекст, той трехангельской вести, которую мы с вами будем рассматривать, трехангельская весть завершится жатвой. Одной и жатвой второй. И это означает, что это очень ответственная и, наверное, пожалуй, самая ответственная весть на протяжении всей истории человечества. Бог всегда предупреждал о катастрофических явлениях, которые ожидают людей. О переломных моментах истории человечества. И трехангельская весть – это очередное и уже последнее предупреждение, что времени уже не будет. Каждому необходимо определиться, сделать свой выбор. И, конечно, каждого призывают вечным Евангелием принятие Иисуса Христа и войти в спасение, войти в жизнь вечную. Пусть Бог благословит нас, вникнуть в эту тему. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможности изучать эти темы, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что мы живем в это ответственное время и нам открыто то, что ожидает нас впереди. Господь, благослови нас, чтобы мы были ответственными в том, что нам открыто и чтобы мы не держали это в себе, но открывали людям вокруг нас то, что ожидает их впереди. Мы просим, Господи, благослови нас, чтобы сами мы были готовы ко второму пришествию, и чтобы трехангельская весть, которую мы понесем людям, также готовила сердца людей к приходу Иисуса. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете вместе с нами изучать Священное Писание. Я хочу сделать очередное важное объявление. У нас наступает еще один такой контрольный момент для тех, кто читает Библию по плану. И, пожалуйста, отметьте в комментариях, это очень важно, потому что мы отслеживаем, мы идем к тому, чтобы в конце этого года у нас был завершающий этап этой акции «Библия за год». И, пожалуйста, не постесняйтесь и не поленитесь, отметьте в комментариях, находитесь ли вы в процессе чтения Библии по плану. Если вы читаете Библию по плану с 1 января или 2 января, у нас было такое, кто читает Библию ежедневно, без пропусков, с 1-2 января, пожалуйста, напишите любой комментарий, но начните его с цифры 1. Если вы читаете Библию по плану, но у вас были пропуски, но вы читаете все-таки с самого начала, вы читаете и пропуски восполняете, напишите любой комментарий и начните его с цифры 2. Спасибо вам большое, пусть Бог благословит каждого из нас, и мы прощаемся с вами. До завтра. Спасибо. 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 Спасибо.